Профессиональный комплект квадратных фильтров от KNF. Это отличное решение практически для любой камеры и объектива. Посмотрим. Всем салют, друзья! Меня зовут Олег Никитин. Итак, в набор у нас входит сам держатель, три квадратных фильтра размером 100 на 100 и фильтры помещены в специальные пластиковые держатели. В наборе есть фильтр ND8, который снижает яркость на 3 стопа, ND64 на 6 стопов и ND1000 полный 10 стопов света для того, чтобы снимать фотографии на очень длинных выдержках даже при солнечном свете. Также в наборе есть огромного размера и отличного качества полярик и 4 колечка адаптера 67 мм, 72, 77 и 82 мм и само собой сумочка, в которой это все мы будем переносить. На сайте KNF мы можем также найти и другие наборы, ссылочку обязательно оставлю внизу, там есть и другие фильтры 100 на 100, допустим, градиентный фильтр, так что перейдите, посмотрите. После того, когда смотрите ролик, конечно. Весь этот набор упаковывается в отличную сумочку, я думаю, из кожзама, судя по всему, и там есть специальное кольцо, за которое мы можем подвесить эту сумочку, допустим, вниз штатива, и есть еще липучка, и можем прямо на ремень себе закрепить. Также внутри у нас есть отдельные слоты под все аксессуары и под каждый фильтр, и они надежно защищены специальной мягкой поверхностью. Если честно, я был удивлен качеством изготовления данного продукта, и в целом ощущается он просто отлично. Фишкой данного держателя является то, что вы можете совместить и полярик, и целых два квадратных фильтра 100 на 100, для того, чтобы сделать очень большую длинную выдержку, и при этом еще и эффект от полярика получить, или просто соединять и находить новые решения по совмещению разных фильтров. Например, соединить ND1000 и градиентный фильтр, да еще и с поляриком, чтобы получить, ну, просто бомбическую фотку, допустим, не знаю, какой-нибудь мост сфотографировать. Поляризационный фильтр позволяет вам убрать ненужные отражения с различных поверхностей, например, со стекла, воды или даже вот с объектива, как в данном примере. Также он помогает повысить контраст и яркость определенных объектов, например, неба или белых облаков. Но стоит помнить, что на максимум этот эффект раскрывается, когда камера находится под углом 90 градусов к солнцу. Сам механизм держателя именно полярика очень простой, и есть там защита от дураков, ненужной стороной вы его физически не поставите. Также есть прикольное колесико, которое вам позволяет вращать полярик и, соответственно, выбирать степень поляризации. А огромный размер самого полярика позволяет его использовать даже с ультрашириками и при этом избавиться от ненавистной виньетки по краям кадра. Чтобы закрепить держатель на ваш объектив, сначала надеваем правильного размера адаптер, в моем случае это 67 мм, и дальше просто надеваем сам держатель. Выравниваем горизонт и фиксируем специальной крутилкой. Ну а чтобы разместить квадратный фильтр, мы просто его засовываем в специальные пасы, как показано вот здесь, и выравниваем так, чтобы он перекрыл весь объектив. И давайте я вам покажу несколько примеров, буду писать настройки камеры и какой фильтр используется. Кстати говоря, о качестве самих фильтров. Они сделаны из японского оптического стекла, также заявлено, что у них нет отклонения по цветам, когда вы их используете, и там 28 слоев nanometer coatings, то есть это специальные покрытия. Также есть защита от воды, от царапин и от масляных ляпок от ваших пальцев. Но при всем при этом я бы все равно очень аккуратно с ними обходился. И теперь поговорим про стоимость. На официальном сайте сейчас по скидке можно заказать за 260 долларов, а со скидочкой, которую они мне предоставили в ограниченный период времени, можно еще и получить 10-15%, смотря откуда заказывать. Ну, на Амазон, наверное, смысла заходить нет, к сожалению. А цена без скидки 460 долларов. Может звучать как очень дорого, но на самом деле давайте просто посмотрим на 4 отдельных фильтра 82 мм от компании Hoya. Hoya ND1000 за 150 баксов, ND64 тоже 150, ND8 45 баксов и полярик от Hoya, тут у нас разница от 95 до 220 долларов, смотря какую модель выберете. Итого у нас получается как минимум 450 долларов, но при этом сумочки нет, переходных колечек нет, вполне возможно винетирование, когда мы один фильтр на другой будем накладывать, если это необходимо. И к тому же Hoya это не самые качественные и не самые дорогие фильтры на рынке, это уж точно. Поэтому цена за данный набор от KNF, мне кажется, более чем оправданная, а за 260 долларов так вообще отличная. Итак, друзья, выводы. Я действительно был приятно удивлен качеством изготовления, в целом набором и тем, как он хорошо продуман. И по качеству самих фильтров нареканий у меня также нет. В целом этот набор довольно тяжелый и занимает некоторое время, чтобы все установить правильно. Но если вы любите снимать фотографии на длинных выдержках, если вы видеограф и используете объективы такие как F1 и F2 днем, а еще у вас очень много объективов с 82 диаметром фильтров, то этот комплект точно вам пригодится. Рекомендую. А что об этом наборе думаете вы, друзья? Поделитесь своими мыслями в комментариях, а также можете рассказать, какими фильтрами пользуетесь вы, мне всегда интересно почитать. Если вам понравился данный ролик, жмите лайк, подписку, колокольчик, я это очень ценю. Вот вам еще несколько роликов посмотреть следующими, ну а мы с вами увидимся в следующем видео. Меня зовут Олег Никитин, канал No Limits On. Пока, берегите себя.